Позвольте начать заседание диссертационного совета, посвященного защите диссертации Быкова Николая Юрьевича на соискании ученой степени доктора физико-математических наук по специальности 010205 «Механика жидкости, газа и плазмы». Тема диссертации – моделирование процессов образования и роста кластеров в разреженных струйных течениях. Приказом Санкт-Петербургского государственного университета от 18 октября 2018 года я, Акустова Елена Владимировна, доктор физмат-наук, профессор, профессор кафедры гидро-аэромеханики, назначена председателем данного совета. Разрешите мне представить моих коллег-членов совета. Нагнебеда Екатерина Алексеевна, доктор физико-математических наук, профессор кафедры гидро-аэромеханики, СУБГУ, профессор. Аристов Владимир Владимирович, доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник Федерального исследовательского центра информатики и управления РАН, профессор. Луцев Леонид Владимирович, доктор физико-математических наук, старший научный сотрудник физико-технического института имени ЙОФРАН. В удаленном режиме работает Стасенко Альберт Леонидович, доктор технических наук, главный научный сотрудник Центрального аэрогидродинамического института имени Жуковского, профессор. И Волков Константин Николаевич, доктор физико-мат наук, профессор Кингстонского университета в Великобритании. Сначала хотелось бы отметить, что согласно Федеральному закону о науке и государственно-научно-технической политике, Санкт-Петербургский университет получил право самостоятельно присуждать ученые степени. Соответствующий приказ о порядке присуждения ученых степеней в Санкт-Петербургском государственном университете, на основании которого мы проводим наше заседание, издан 1 сентября 2016 года. В соответствии с данным приказом, заседание диссертационного совета считается правомочным, если в его работе принимает участие не менее двух третей от утвержденного состава диссертационного совета, но не менее четырех человек. Наш совет состоит из шести членов. Присутствует шесть членов совета, в том числе в удаленном режиме двое. С ними обеспечен аудиовизуальный контакт. Таким образом, кворум в нашем заседании имеется. Позвольте мне познакомить с регламентом сегодняшнего заседания. Регламент довольно жесткий, мы с вами должны будем уложиться в два часа. Начинаем заседание мы с краткого доклада председателя об основном содержании представленных соискателем документов и их соответствии установленным требованиям. Затем последует краткий доклад соискателей ученой степени. Изначально предполагалось 15 минут, но я думаю, что на докторской мы можем позволить соискателю 20-25 минут. Далее предполагаются вопросы к соискателю строго по его докладу. Не более двух минут на один вопрос. Затем будут оглашены внешние отзывы. Поскольку отзывы все были выложены на сайте СПБГУ, то, соответственно, озвучиваются в основном основные моменты, кратко вопросы и замечания. Далее последует выступление всех членов совета поочередно с отзывами. Также не более 10 минут для каждого выступающего. Затем выступление председателя совета со своим отзывом. Ответы соискателя на вопросы и замечания членов совета. Тоже не более 15 минут на ответы. Затем открытая дискуссия. Все желающие могут высказаться. Опять же прошу вас всех быть достаточно краткими. При этом, если кто-то хочет выступить, во-первых, нужно зарегистрироваться в листочке, там лежит листок регистрации. И, во-вторых, перед выступлением мы просим вас полностью представиться. Затем мы ожидаем итоговые ответы соискателя на вопросы не более 5 минут. Выступление научного консультанта также не более 5 минут. И затем обсуждение 5-минутное перед открытым голосованием для вынесения заключения по вопросу о присуждении степени. На время обсуждения членами диссертационного совета трансляция будет отключена. Затем последует поименное голосование, открытое голосование у нас. Подсчет голосов, объявление, принятие решения о присуждении степени и заключительное слово «соискатель». Вот такой регламент, достаточно насыщенный, и поэтому всех призываю быть достаточно краткими. И прошу вас перед тем, как перейти к реализации нашего регламента, отключить мобильные телефоны. Спасибо за понимание. Также сообщаю, что ведется аудио-видеозапись нашего заседания и прямая трансляция на сайте СУБГУ. И, кроме того, осуществляется синхронный перевод выступления с русского на английский или с английского на русский язык. Итак, позвольте мне приступить уже конкретно непосредственно к нашему заседанию. Значит, первый пункт. Позвольте мне доложить о документах, которые мы получили. Диссертация Быкова Николая Юрьевича на соискании ученой степени доктора физико-математических наук по специальности 010205 «Механика жидкости, газа и плазмы» на тему моделирования процессов образования и роста кластеров в разреженных струйных течениях принята к защите приказом ученого секретаря СУБГУ 17 октября 2018 года. Приказ номер 10054-1. Диссертационный совет утвержден приказом ученого секретаря СУБГУ от 18 октября 2018 года. Я вам уже представляла его состав. Соискатель представил ученому секретарю следующие документы. Заявление на имя ректора, поданное 4 сентября 2018 года. Отзыв научного консультанта Горбачева Юрия Евгеньевича, доктора физико-математических наук, начальника отдела исследований ООО «Коддентехнологи», старшего научного сотрудника. Список публикаций из 30 работ, в которых излагаются основные научные результаты. В том числе в рецензируемых научных изданиях из перечня утвержденного Миноборнауки 14 публикаций, в изданиях, индексируемых в науко-метрических базах данных Web of Science и Scopus 13. На самом деле их 27 с учетом переводных версий русскоязычных публикаций. Кроме того, представлено заключение о рекомендации диссертации проректором по научной организации, где работает сыскатель, заключение утверждено 7 августа 2018 года проректором Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Сергеевым. Кроме того, представлен диплом кандидата физмат-наук и диссертация на русском и английском языках на бумажном носителе и в электронном виде. Все перечисленные документы соответствуют пункту 12, раздела 3, порядка присуждения ученых степеней в Санкт-Петербургском государственном университете. Есть ли вопросы по документам? Если вопросов нет, то переходим к сообщению соискателей. Напоминаю, 20-25 минут. Пожалуйста. Название диссертации «Моделирование процессов образования вируса наноразмерных кластеров в разрезных струнных вещей». Мотивация к выполнению диссертационной работы связана, во-первых, с интенсивным развитием индустрии и моносистем, в том числе газостроенных технологий и синтеза кластеров и кластеров по третям. Данное направление является приоритетным направлением развития науки, техники и технологий в нашей стране. Во-вторых, с фундаментальными исследованиями свойств разрезанных атмосфер небесных тел. И в-третьих, с вопросами моделирования, с вопросами мониторинга состояния окружающей среды, части воздействия струя ракетных двигателей на верхние слои атмосферы. В настоящее время информация как о параметрах кластеров, которые формируются в разрезных струях, так и о степени влияния процесса конденсации на параметры разрезной струи, представлена крайне фрагментарно и не дает возможность оставить общую картину явлений. В части экспериментов неясно также происхождение кластеров. И требуется верификация возможных механизмов появления кластеров разрезанной струи. Развитие как фундаментальных, так и прикладных направлений, невозможность проведения численного моделирования, которое, в свою очередь, требует развития соответствующих моделей алгоритмов и программ расчёта. К особенностям рассматриваемых в динсеркционной работе задач относятся разреженность течения, которая, в свою очередь, предопределяет относительно небольшое число столкновений в струе и проявления неравновесных эффектов. Во-вторых, это необходимость рассмотрения течения многокомпонентной химической реагирующей смеси газов. В-третьих, это пространственный и, в общем случае, нестационарный характер течения. В-четвёртых, это то обстоятельство, что для решения полной задачи и корректной постановки граничных условий иногда требуется рассмотрение дополнительных физических процессов. Традиционным методом расчёта пространственных разреженных течений химически реагирующего газа является метод прямого статистического моделирования Монте-Карло. Именно он выбран в качестве основного метода исследований в диссертационной работе. Целью диссертационной работы является разработка модели образования и роста кластеров для метода прямого статистического моделирования и проведения численных исследований процессов формирования моноразмерных кластеров в разреженных струях газа, расширяющихся в вакууме. В соответствии с... Для достижения данной цели было необходимо решить ряд задач, результаты решения которых последовательно излагаются в главах диссертации. А именно, было необходимо разработать комплекс моделей образования и роста кластеров для метода прямого статистического моделирования, с использованием разработанных моделей и алгоритмов провести численные исследования процессов образования кластеров в разреженных струях для следующих классов стационарных задач. Это задача об истечении водяного пара в вакуум от источников различных типов, это задача о расширении паров металлов в вакуум, это задача об истечении смеси кластеров образующего пара металла с инертным несущим газом от источников различной геометрии. Кроме того, было необходимо разработать комплексную модель импульсной лазерной абляции материала в вакууме и с использованием данной модели провести исследование нестационарного расширения лазерной струи паров металла с учетом процесса кластеризации. В соответствии с поставленной целью и задачами на защиту выносится следующее положение. Это комплекс моделей образования и роста кластеров для метода прямого статистического моделирования разреженных течений. Это модель процесса импульсной лазерной абляции металлов в вакууме и, соответственно, численные расчеты, результаты анализа и теоретического обобщения для перечисленных выше задач у формирования кластеров в разреженных струях. Перед тем, как перейти непосредственно к изложению результатов диссертации, я остановлюсь вкратце на современном состоянии исследований в данной области. Методология метода прямого статистического моделирования проработана достаточно глубоко и опубликована в ряде известных монографий. Однако общепринятой модели конденсации до настоящего времени для метода ПСМ не существовало. Среди имеющихся подходов следует отметить подход, основанный на положениях классической теории нуклеации, который предполагает вычисление макроскопических параметров пара, определение критического размера зародыша, определение скорости зародыша образования. Другой альтернативой является кинетический подход, который предполагает, что вероятность элементарных процессов являются функциями индивидуальных параметров сталкивающихся или распадающихся частиц. В настоящий момент ни одна из имеющихся моделей не удовлетворяет всем требованиям, которые могут быть предъявлены к модели кластеризации в разреженных встроенных течениях. А именно, каждый кластер должен характеризоваться своим значением внутренней энергии, которая в общем случае должна не зависеть от макроскопической температуры пара. Должны быть учтены реакции энергообмена, которые сопровождают процессы энергообмена, которые сопровождают реакции ассоциации распада частиц. Модель должна учитывать как прямые реакции роста, так и обратные реакции распада частиц. Вероятности, которые должны быть получены в рамках модели, должны быть функциями индивидуальных параметров частиц, а не макропараметров течения. Для равновесного случая модель должна воспроизводить равновесное распределение кластеров по размерам. А с увеличением размера кластера модель должна воспроизводить известные законы поведения макротел, такие, например, как закон Герцог-Нутсона для испарения. Естественно, что модель должна воспроизводить экспериментальные данные не только на количественном, но и на качественном уровне. В диссертационной работе представляется как раз модель, удовлетворяющая указанным требованиям. В рамках предлагаемой модели кластер характеризуется числом мономеров, числом поверхностных мономеров, массой, поступательной энергией, поступательной скоростью внутренней энергии, числом вращательных и колебательных степеней свободы, энергией испарения одного мономера с поверхности кластера. Сам процесс конденсации является кинетическим процессом и может быть представлен как цепочка химических реакций, основными из которых являются реакции бимолекулярного роста и мономолекулярного распада кластеров. Исключением из бимолекулярной цепочки является процесс трехчастичной рекомбинации мономеров в процессе демеризации, в ходе которой третий мономер отводит избыточную энергию. Обратным по отношению к данному процессу является процесс стукновительного распада демера при соударении с мономером. В настоящей работе для описания процесса конденсации впервые предложено использовать феноменологический подход полной энергии Грэма Бюрда. Данный подход предлагает механизм определения вероятности элементарных процессов через макроскопические константы скоростей реакции. Для применения данного подхода необходимо определить макроскопические константы скоростей реакции и доразвить подход в том числе в отношении реакции мономолекулярного распада. Константа скорости прямой реакции демеризации, константа скорости бимолекулярной ассоциации кластера и мономера, константа равновесия процесса демеризации имеют вид арениуса. Константа скорости, константа равновесия бимолекулярной ассоциации мономолекулярного распада получена из теории нуклеации Дмитрия Жуховицкого с поправкой на размер кластера. Константы скоростей обратных процессов получены исходя из принципа детального баланса. Причем следует отметить, что во втором выражении сверху константы скорости мономолекулярного распада с увеличением числа мономеров в кластере воспроизводит закон Герцог-Нутсона для испарения макро-тел. В диссертационной работе получено выражение для вероятности мономолекулярного распада кластера в зависимости от внутренней энергии кластера и числа внутренних степеней свободы. Вероятности реакции диссоциации и рекомбинации представлены в литературе, но в настоящей работе предложено также дополнительное выражение для вероятности рекомбинации молекулярных мономеров. Наряду с кинетическим подходом в диссертационной работе разработан альтернативный подход, который основан на положениях модификации классической теории нуклеации. В рамках данного подхода использовано основное выражение классической теории нуклеации, которое представлено в центре слайда, и запись свободной энергии гипса в соответствии с теорией нуклеации Дмитрия Жуховицкого с поправкой на размер. Как кинетическая модель, так и модель, основанная на альтернативном подходе модифицированной классической теории нуклеации, реализована в разработанном программном коде расчета оси симметричных и плоских течений газа. Также в данном программном продукте реализован алгоритм статической декомпозиции расчетной области для параллельных вычислений стационарных задач, а для нестационарных задач реализован параллельный алгоритм прямых статистически независимых испытаний, разработанный автором. С использованием разработанной программы выполнено численное исследование разреженных струй с процессами конденсации. С точки зрения аэрокосмических и астрофизических приложений важное значение имеют процессы формирования кластеров в струях водяного пара, истекающих в вакуум. Моделированию таких процессов посвящена третья глава диссертационной работы. В главе рассматриваются две задачи. Первая задача, которая представлена на слайде, это задача обостечения водяного пара в вакуум через отверстие в бесконечно тонкой стенке. Вторая задача, это задача обостечения водяного пара в вакуум с испаряющейся сферической поверхностью. Параметры, которые определяют решение первой задачи, к ним относятся давление и температура торможения в источнике. Давление и температура торможения пара в источнике, радиус выходного отверстия, параметры моделей столкновения, энергообмена и конденсации. Диапазон параметров, для которых решается задача, указан в верхней части слайда и соответствует числам Кнутсена большим, чем 10 в минус третьей степени. В результате решения данной задачи получены крайне интересные результаты. Во-первых, установлено, что мольная доля кластеров замораживается на некотором расстоянии от источника, причем данное расстояние зависит от размера кластера. Во-вторых, показан односкоростной характер течения, когда скорости мономеров и кластеров совпадают. Данный вывод является очень важным для верификации возможных механизмов появления кластеров в струе, так как кластеры, которые реиспаряются с технологических поверхностей, движутся медленнее, чем пар мономеров, поскольку скорость их движения обратно пропорциональна корню квадратному из массы кластера. Также показан на верхнем правом рисунке эффект неравновесности течения, который сводится к отличию внутренних температур кластеров от температуры паромономеров. Данный вывод также является важным, поскольку ограничивает применение однотемпературных подходов к рассмотрению подобных задач. В ходе решения задачи было установлено два характерных режима кластеризации. Для первого режима размерное распределение кластеров в струе определяется в основном процессом кластеризации внутри источника. Данный режим характерен для более разреженных течений с кнутсными большими, чем 10 в минус 2. И наличие этого режима говорит о том, что процесс кластеризации в источнике в общем случае нельзя исключать из расчетов. Второй режим – это режим, при котором процессы образования и роста кластеров протекают непосредственно в расширяющейся струе, а процессом кластеризации в источнике можно пренебречь. Данный режим характерен для более плотных течений с числами кнутсена меньшими, чем 10 в минус 2 степени. В результате моделирования получены данные о конечной замороженной эмольной доле кластеров в дальнем поле струи. Они приведены на представленном слайде. Черные линии – это результаты эксперимента. Зеленые и синие линии – это результаты моих расчетов. Красные и фиолетовые линии – это результаты расчетов других авторов. Видно, что результаты моих расчетов достаточно неплохо согласуются с экспериментальными данными, что подтверждает адекватность разработанной модели. Во второй части третьей главы диссертации рассматривается истечение водяного пара с испаряющейся сферической поверхностью. К особенностям такой задачи относится наличие неравновесного слоя у испаряющейся поверхности, так называемого слоя Кнутсена. Установлено, что процесс конденсации не влияет на толщину Кнутсеновского слоя и не оказывает влияния на параметры звуковой линии. Данная задача моделировалась как с использованием кинетического подхода, так и подхода на базе модифицированной классической теории нуклеации. Показано, что результаты, полученные с использованием модифицированной классической теории нуклеации, различаются у тех, которые получены в рамках кинетического подхода. И установлено, что данное различие объясняется дотемпературным характером модифицированной классической теории нуклеации. В дальнейшем при рассмотрении расширения паров металла в вакуум используется кинетическая модель. В четвертой главе диссертации рассмотрено расширение паров металлов из источника в вакуум через отверстие бесконечно тонкой стенки. Диапазон исследований указан в верхней части слайда. Он соответствует диапазону чисел Кнутсена от 1,6 на 10 в минус 3 до 2,4 на 10 в минус 2. Следует отметить, что для струй металлов в литературе имеются экспериментально установленные законоподобия, которые говорят о том, что при одинаковом параметре гамма, он указан в нижней части слайда, и является комбинацией параметров торможения в источнике и выходного отверстия источника, в струе наблюдается одинаковый средний размер кластеров. Первая серия исследований была выполнена для диапазона параметров соответствующего эксперименту у Американца Прейса с коллегами. Это верхний левый рисунок на слайде. Установлено, что данный диапазон параметров относится к этой температуре источника 2500 кельвинов, давление торможения в источнике 100 ТОР, что соответствует числу КНУЦ на 2,4 на 10 в минус 2 степени. Установлено, что в течении формируются в основном димеры меди. Показана неравновесность течения, связанная с отличием внутренних температур димеров меди от поступательной температуры пара. Прямые линии на данном рисунке – это измеренные в эксперименте колебательная температура димеров в дальнем поле струи и вращательная температура димеров в дальнем поле струи. А черная линия – это полученная в расчетах внутренняя температура димеров. Видно, что расчетно-экспериментальные данные неплохо согласуются друг с другом. Дальнейшие расчеты были проведены для более плотных режимов течения и установлено, что при числах КНУЦ на меньше, чем 10 в минус 2 степени объемная доля кластеров в струе превышает 1%. И кластеризация оказывает существенное влияние на газодинамическую картину течения. В частности, падает плотность струи, это рисунок справа сверху, ниже рисунок увеличивается температура пара, а левый и нижний рисунок показывают рост скорости пара, которая в случае наличия процессов кластеризации превышает скорость изоэнтропического расширения пара в вакуум. В результате моделирования получены данные о среднем размере кластеров, формирующихся в разреженной струе, в зависимости от параметров торможения в источнике и радиусы выходного отверстия источника. Они были обобщены на левом рисунке. Там же показаны законоподобия. Видно, что расчетные данные хорошо воспроизводят экспериментально полученные законоподобия. В правой части слайда представлен график зависимости среднего размера кластера от параметра гамма. До настоящего времени широко распространенным мнением являлось то, что при параметре гамма меньшем чем 200 кластеры в струе не образуются. Однако расчеты показывают условность данной границы и возможность образования кластеров при меньших значениях параметра гамма. С точки зрения технологии напыления наноструктурных пленок важные значения имеют задачи расширения кластеробразующего пара металла совместно с несущим инертным газом. Решению таких задач посвящена пятая глава диссертации. В первой части этой главы рассматривается истечение паров серебра в смеси с гелием из источника вакуум через отверстие бесконечно тонкой стенки. Постановка этой задачи аналогична постановкам, рассмотренным ранее. Исключением является наличие гелия в источнике с мольной долей 50% и необходимость учета при моделировании дополнительных реакций, реакции образования демера серебра и реакции столкновительного распада демера при участии атома гелия. К определяющим такую задачу параметрам относятся полное давление торможения в источнике, мольная доля гелия, температура торможения, параметры моделей энергообмена, столкновения и конденсации. Результаты решения задачи позволили установить, что для более разреженных режимов течения, это рисунок слева, подача гелия практически не приводит к изменению размерных распределений кластеров в струе, и основной компонентой кластерной смеси является демер. При уменьшении степени разреженности гелий начинает оказывать существенное влияние на размерное распределение кластеров в струе, а именно он приводит к увеличению как среднего размера кластера, так и максимального размера кластера. Это рисунок на слайде справа. Дополнительной мотивацией к исследованиям, проведенным в пятой главе, явилась дискуссия о механизмах формирования наноструктурных пленок в экспериментах Алексея Сафонова и под руководством Александра Владимировича Булгакова, проведенном в Институте теплофизики сибирского отделения РАН. Вторая часть пятой главы посвящена как раз моделированию истечения смеси паров серебра с инертным газом гелием из реального источника сложной геометрии, который проведен в левой части слайда. Исследование выполнено для диапазонного температуры источника до 1400 градусов Кельвина. В экспериментах наблюдались наноструктурные пленки на подложке. При этом средний размер нанокластеров существенно превышал 100 атомов. И возникал вопрос о возможности появления таких кластеров в струи. В результате проведенных расчетов показано, что подача гелиевых источников приводит к существенной деформации полигазодинамических параметров, на слайде приведены поля плотности сверху, приводит к ускорению атомов серебра. Это правый рисунок сверху. При этом для разреженных режимов наблюдается эффект проскальзывания, когда скорость атомов гелия и скорости атомов серебра не совпадают друг с другом. Показано также, что подача гелия в источник приводит к существенному увеличению расхода кластерообразующего пара через выходное отверстие соплового блока. Однако установлено, что для характерного эксперимента диапазона параметров кластеры в струе не формируются. Процесс образования и роста кластеров протекает непосредственно на поверхности подложки. С целью установления границы появления кластеров в струе были проведены дополнительные исследования, которые позволяют установить, что кластеры начинают формироваться в струе при температурах источника порядка 1700 градусов Кельвина. До настоящего времени в работе рассматривали стационарные задачи. Однако ряд технологий имеет дело с газодинамическими процессами, которые носят существенно неравновесный характер. К таким технологиям относятся технологии импульсной лазерной абляции материала. Данные технологии предусматривают испарение материала по действиям лазерного излучения и разлет аблированного облака с процессами конденсации в вакуум. Данная задача имеет свою особенность, так как ее моделирование требует постановки граничных условий на испаряемой поверхности и установления взаимосвязи между потоком испаряемых частиц и параметрами лазерного излучения. Такая задача требует решения одновременно как тепловой задачи прогрева и испарения материала мишени, так и газодинамической задачи о расширении продуктов абляции с учетом процессов конденсации. В шестой главе диссертации разрабатывается комплексная модель импульсной лазерной абляции, в которой рассматриваются решения тепловой части на базе уравнения теплопроводности, а газодинамической части на базе прямого статистического моделирования продуктов разлета с учетом процессов конденсации. Граничные условия на поверхности – это согласующиеся граничные условия для тепловой и газодинамических частей. В шестой главе диссертации рассмотрено расширение лазерной необевой струи, испаренной под воздействием наносекундного импульса лазерного излучения умеренной интенсивности. Первая серия исследований была выполнена без учета процессов образования кластеров в струе. Проанализирована динамика нагрева мишени и основные закономерности разлета испаренного пара в пустоту. Установлено, что со временем течение приобретает черты квазисферического расширения. Анализ и обобщение газодинамических параметров показывают асимптотический характер течения на данных больших временах процесса. Приложение модели к определению уноса массы с поверхности и к моделированию времяпролетных распределений атомов на удаленном детекторе – это правый нижний рисунок на слайде – показывают хорошее совпадение с экспериментальными данными. Следующая серия расчетов была выполнена уже для полной задачи с учетом процессов образования кластеров. Расчеты позволили установить две хорошо выраженные стадии течения. Первая стадия – это стадия интенсивного образования кластеров течения, и затем, которая сменяется, стадии разлета пара с замороженным составом. Это верхний и левый рисунок. Показано, что распределение кластеров в струе для рассмотренного диапазона параметров соответствует субдоноразмерному диапазону. Установлен согласованный характер движения мономеров и кластеров в струе, при котором их скорости совпадают. Также показан интегральный эффект, который оказывает процесс конденсации на лазерную струю. Он сводится к уменьшению осевой направленности лазерной струи и к увеличению ее поперечных размеров. Основные результаты диссертационной работы подробно изложены в заключении. Я остановлюсь лишь на некоторых из них. Во-первых, разработан сложный инструментарий, который позволяет рассчитывать разреженные течения с учетом процессов конденсации. Разработанная программа основывается на предложенных моделях образования и роста кластеров для расчета разреженных течений. Показано хорошее согласие получаемых расчетных данных с данными эксперимента. Именно разработанная достаточно сложная программа расчета позволила более детально изучить газодинамику кластеризующейся струи. А именно, позволила установить границу влияния процесса кластеризации на параметры струи, которые соответствуют числам Кнутсена порядка 10-2 степени и объемным долям кластеров струи порядка 1%. Также показан односкоростной характер течения, когда мономеры и кластеры двигаются с одинаковыми скоростями. Этот вывод имеет принципиальное значение для разработки методик верификации появления кластеров в струи. Так как во многих экспериментах происходит напыление атомов на технологические поверхности, такие, например, как поверхности соплового блока, рост на них кластеров, потом рейспорение кластеров в поток. И экспериментаторы во многих случаях не понимают, какие кластеры они видят. Те, которые образованы в струе или рейспоренные с технологических поверхностей. Далее интересный вывод о том, что процесс кластеризации замораживается на некотором расстоянии от источника. Интересным, на мой взгляд, является вывод о наличии различных режимов кластеризации в струе, который позволяет для более плотных режимов исключить процесс кластеризации из-за расчета и сэкономить вычислительные ресурсы. С другой стороны, этот же вывод говорит о том, что для более разреженных течений с умеренными и большими числами Кнутсена процесс кластеризации ни в коем случае нельзя исключать из расчета, так как он является определяющим. Подтвержден экспериментально установленный закон подобия от тахогена. Исследовано влияние несущего газа на процесс образования кластеров в струях паров металлов, которые сводятся к увеличению степени кластеризации, увеличению среднего и максимального размера кластеров в струе. Показано, что несущий газ увеличивает расход кластерообразующего материала через поперечное сечение струи и увеличивает скорость атомов и кластеров металла. Разработана комплексная модель импульсной лазерной абляции, которая позволяет связать параметры излучения с параметрами испаряемых частиц и получить полное решение задачи. С использованием данной модели проведено исследование нестационарного процесса расширения лазерной струи паров необия и установлен интересный эффект уменьшения севой направленности струи, связанный с протеканием процессов конденсации. Остальные результаты более подробно представлены в заключении к диссертационной работе. По данным, результаты диссертационной работы докладывались на 20 российских и международных конференциях, они опубликованы в 30 печатных работах, в том числе в 16 статьях из рецензируемых журналах ВАК и 18 в индексируемый скопус. Здесь я привел работы с взаимным пересечением, когда ВАКовская статья могла быть индексирована с скопус. Спасибо за внимание, спасибо большое. Спасибо, Николай Юрьевич. У нас есть время на вопросы. Пожалуйста, кто хочет задать вопрос? Пожалуйста, представьтесь, пожалуйста. Я прошу прощения, нужно представляться в микрофон, иначе вас не будет слышно. Не работает. А, вот сейчас работает. Да, большое спасибо за вопросы. Вы знаете, действительно, часть исследований проведена в диапазоне чисел Кнутсона от 10 минус 2 до 10 минус 3 степени. Дело все в том, что ряд вакуумных технологий, в ряде вакуумных технологий, я бы сказал, даже в существенных части, мы имеем дело с процессами испарения с поверхности. То же самое происходит, если мы занимаемся исследованием околоядерной атмосферы кометы. Там под действием солнечного излучения, когда кометы приближаются к Солнцу, происходит процесс испарения водяного пара с поверхности. Вот при моделировании процессов испарения, как это прозвучало в моем докладе, у поверхности существует неравновесный слой, в котором функция распределения, в общем случае, неравновесная. Это слой Кнутсона. И вообще говоря, решение полной задачи, оно возможно либо прямым и непосредственным решением уравнения Больсмана, либо методом прямого статистического моделирования. Использование континуальных методов здесь также возможно, но оно требует дополнительных предположений относительно ограниченных условий, которые необходимо ставить на испаряющейся поверхности. Хочу также подчеркнуть, что вообще говоря, вот этот Кнутсоновский слой, он достаточно интересный, потому что как в задачах, например, лазерной абляции, так и при изучении кометных атмосфер, когда комета вращается, и участки, которые испарялись и были на дневной стороне, оказываются на ночной стороне, процесс испарения сменяется процессом конденсации, то есть параметры этого Кнутсоновского слоя, они в общем случае не стационарные, что усложняет постановку граничных условий для, соответственно, сплошноосредных методов. Ну и также я хотел добавить, что здесь рассматривается решение задачи о разлете, о струе, которая истекает в вакуум. Числа Кнутсона определяются по параметрам торможения в источнике, если мы говорим о стационарных задачах. Уже в плоскости выходного отверстия плотность падает более двух раз, и далее течение становится разреженным. То есть начиная с какого-то момента в дальнем поле струи проявляются неравновесные эффекты, и приложение сплошноосредных методов для расчета всего поля струи, включая вот это дальнее поле, также является дискуссионным. Поэтому, на мой взгляд, здесь метод прямого статистического моделирования наиболее адекватно позволяет решать всю задачу от начала испаряющейся поверхности и до конца, до дальнего поля струи. Спасибо большое. Я ответил на первую часть вопроса, прошу прощения. По поводу второй части расчета. Да, я проводил расчеты в основном на одном, двух или трех узлах РСК «Торнадо». Один узел – это 28 физических ядер. Соответственно, от 28 до 100 ядер примерно было использовано в расчетах. Спасибо. Кто-нибудь еще хочет задать вопрос? Коллеги по скайпу. Можно задать вопрос тогда? Нет. В заключении прозвучали такие термины, как струя атомов, расход атомов, ускорение атомов. Насколько правомерно все-таки вести обсуждение с макроскопической структурой течения на основе таких микроскопических параметров? Я не знаю, хорошо ли слышно? Я прошу прощения, но я не слышал. Очень прерывистая связь. Мне повторить? Константин Николаевич, если можете, то повторите, пожалуйста. Николай Игоревич, у меня вопрос следующий. Насколько правомерно вести обсуждение макроскопической структуры течения на основе таких терминов, прозвучавших в заключении, как струя атомов, расход атомов, ускорение атомов и похожих им? Как определяются, вообще говоря, эти термины? Ну, вообще говоря, здесь мы имеем дело не с макроскопическим подходом, а фактически с микроскопическим. То есть метод прямого статистического моделирования, он непосредственно имеет дело с вычислительными частицами, которые характеризуются своими значениями скоростей, внутренних энергий, координат. Поэтому макроскопические параметры получаются, исходя из этих микроскопических параметров, в результате достаточно понятных процедур осреднения. Поэтому в рамках метода, конечно, я могу рассказать о том, как двигается каждая частица конкретно, и о ее параметрах. Хорошо, спасибо. Спасибо. Есть еще желающие задать вопросы? Я хотела спросить, у меня вопрос по поводу модели вашей. Она жестко завязана на том, что у вас есть данные по Арениусовскому закону. То есть, если вдруг вы хотите изучить другую систему, для которой пока не существует, например, данных по закону Арениуса, есть какая-то стратегия, можете ли вы что-то предложить, что делать, если закон Арениуса для данного газа, данной системы пока не существует? В настоящий момент все-таки мой подход действительно завязан на Арениусовские данные. Но здесь я хочу обратить внимание, что эта информация распадается на две части. Первая часть относится к реакциям рекомбинации и диссоциации. И вообще говоря, для существенной части материалов параметры Арениуса для этих простейших реакций, относительно простейших, конечно, они известны. А вот вторая часть, связанная с моделированием уже роста бимолекулярных реакций и мономолекулярных реакций распада, там действительно вводится предположение об определенной форме данной константы, и в нее входит параметр из теории нукреляции Дмитрия Жуховицкого. Назначения данного параметра определены достаточно хорошо для широкого класса веществ, в том числе для большинства металлов и воды. Спасибо. Есть ли еще желающие задать вопрос? Да, пожалуйста. Вот в диссертации вы, конечно, упоминаете, что решаются уравнения Больцмана в простом случае, но метод статистического моделирования, по-видимому, у вас как бы превышает возможности, собственно, какого-то уравнения кинетического, который может быть поставлен в соответствие. То есть вы, когда рассматриваете уже сложные реакции нуклеации и так далее, конденсации, вы не говорите о каком-то, ну, пусть гипотетическом, кинетическом уравнении, которому мог бы соответствовать вот этот процесс моделирования. Спасибо большое за вопрос. Действительно, когда обсуждаются основы метода прямого статистического моделирования, в силу математических традиций показывается соответствие данного метода уравнению Больцмана. На уравнение Больцмана в основном записывается для простого случая отсутствие химически реагирующей смеси. Конечно, для случая обобщенного уравнения Больцмана, которое можно усложнить, включив туда более сложные неупругие процессы, я это уравнение не приводил, поскольку в методе прямого статистического моделирования используются феноменологические модели, которые не всегда являются прямым следствием математических моделей, являющихся следствием кинетической теории. Спасибо. Есть ли еще вопросы? Если вопросов больше нет, тогда предлагаю... Спасибо большое, Николай Юрьевич, заклад. Мы перейдем к отзывам, которые к нам поступили. Вы можете присутствовать. Для начала мы огласим внешние отзывы. Поступили внешние отзывы, три у нас внешних отзыва. От Сергея Гуревича Ястребова, доктора физмат-наук, ведущего научного сотрудника физико-технического института имени ЙОФРАН. От Владимира Захарова, PhD, инженера и исследователя института Лапласа, университета Сарбонны, Франция. И Александра Валерьевича Бухановского, доктора технических наук, директора мегафакультета трансляционных и информационных технологий Санкт-Петербургского университета ИТМО. Поскольку здесь присутствует Владимир Захаров, то я попрошу его лично зачитать свой отзыв. Спасибо. Спасибо. Диссертация моделирования процессов формирования роста нано-кластеров в разреженной среде Быково-Николай. Посвящена развитию математических моделей. Релевантные исследования связаны в первую очередь с применением вакуумных технологий в кластерных струях и в синтезе нано-структурных пленок. И, во-вторых, с необходимостью подобных моделей для описания естественных процессов конденсации в разреженной среде комет и планет. В настоящий момент метод прямых симуляций Монте-Карло является основным методом. Монте-Карло является основным методом. Модели, разработанные Николаем Быковым, могут быть использованы для подсчета формирования атомных молекулярных кластеров. Следует отметить, что существенный вклад господина Быкова не только в формирование и развитие математических моделей, но и также в развитие алгоритмов. В результате исследования были сформированы принципы, которые чрезвычайно важны для понимания физики данного явления. В сравнении с имеющимися данными осуществляется сравнение с парами меди и воды. Я бы хотела подчеркнуть решение формирования кластера в инертных газах. Эта проблема имеет важное практическое значение для изучения вакуумных технологий. Также следует отметить, что модель и алгоритм решения сложной проблемы процессов конденсации для лазерной абляции. Эта модель и алгоритм представляют большой интерес для технологий. Господин Быков решил эту проблему применительно к лазерному процессу на разной абляции. Пришел к ряду важных выводов, касающихся... В заключение я хотела бы сказать, настоящая диссертация представляет новые модели и алгоритмы вычисления метода прямого математического формирования кластеров в разреженной среде. Диссертация представляет результаты исследований для широкого спектра проблем образования кластеров в разреженной среде. Исследования были осуществлены на высоком международном уровне. Таким образом, исследования, проведенные доктором Быковым, позволили сделать существенный вклад в развитие кинетики разреженных газов. Таким образом, по моему мнению, господин Быков, доктор Быков заслушивает присуждение степени доктора физико-математических наук. Позвольте мне зачитать остальные отзывы. Значит, отзыв Бухановского Александра Валерьевича. Это Институт информационных технологий, механики и оптики. Ну, я кратко зачитаю, поскольку отзывы были все выложены у нас на сайте. Центральное внимание в диссертации отведено по строению модели конденсации для метода ПСМ. Предлагаемые модели строятся на основе современных представлений о физике процесса кластеризации с учетом особенностей выбранного численного метода расчета разреженных течений. Предложенная диссертантом кинетическая модель позволяет рассчитать в рамках ПСМ методы вероятности процессов мономолекулярного столкновительного распада кластеров и ассоциации частиц при взаимных столкновениях. С использованием разработанных математических моделей и алгоритмов диссертант провел численные исследования нескольких классов задач с процессами образования кластеров. В работе детально исследовано влияние процессов образования кластеров на газодинамические параметры течения. Получены важные для практического применения данные о самих кластерах, теоретически подтверждены полученные экспериментально законы подобия. С точки зрения технологий синтеза наноструктурных пленок значимыми являются результаты автора, полученные в ходе анализа течения кластеризующегося пара металла в смеси с несущим газом. До практического применения важными представляются и выводы, полученные автором в ходе решения задачи о нестационарном расширении паров металла с нагретой поверхности в вакуум с учетом процессов конденсации в объеме. Выполнен большой объем компьютерных расчетов. С целью повышения эффективности численного моделирования автор диссертации успешно применил не только известные параллельные алгоритмы, но и предложил собственный оригинальный алгоритм. Диссертация вносит существенный вклад в развитие механики разреженного газа, расширяет наше представление о динамике газа с физико-химическими процессами в объеме и вносит значимый вклад в область вычислительной газовой динамики. Диссертация соответствует требованиям, установленным приказом, и ее соискатель Быков Николай Юрьевич заслуживает присуждения ученой степени доктора физико-математических наук по специальности 010205. Следующий отзыв – отзыв Ястребова Сергея Гурьевича из физико-технического института ЙОФ. В отзыве отмечается актуальность работы для аэрокосмической техники, для вакуумной техники, для исследования природных феноменов. Перечисляются кратко результаты работы. В частности, авторам предложен комплекс моделей образования кластеров в объеме струи как на основе кинетического подхода, так и модификации классической теории нуклеации. Достоинством разработанных алгоритмов является возможность проведения моделирования на суперкомпьютерах. Созданный комплекс моделей может быть использован для расчетов конкретных приложений. С использованием разработанного пакета моделей и алгоритмов автор выполнил численные исследования нескольких классов задач. Далее подробно обсуждаются полученные результаты и делается следующий вывод. В работе представлены новые модели конденсации для расчетов разреженных течений с процессами формирования кластеров. Разработаны высокопроизводительные компьютерные алгоритмы метода прямого статистического моделирования. Выполнены численные исследования, анализ и теоретическое обобщение широкого класса задач формирования кластеров в стационарных и импульсных разреженных струях атомарных и молекулярных паров. Работа вносит существенный вклад в область механики реагирующего разреженного газа и вычислительной газовой динамики. Диссертация соответствует основным требованиям, установленным приказом, а соискатель заслуживает присуждения ученой степени доктора физико-математических наук по специальности 010205 механика жидкости газа и плазма. На этом все с внешними отзывами. Я предлагаю перейти к отзывам членов диссертационного совета. Предлагается зачитывать отзывы кратко, поскольку они были выложены на сайте, поэтому на выступление, ну, 5, максимум 10 минут. Екатерина Алексеевна, мы начинаем с вас. Вам слово. Спасибо. Ну, я не буду зачитывать, конечно, весь отзыв. Я остановлюсь на тех моментах, которые мне кажутся наиболее существенными. Но прежде всего я хочу сказать, что диссертация мне очень понравилась, и она произвела на меня впечатление такого глубокого и очень современного исследования в важной области. И в обведении актуальность проблем, которые рассматриваются, я считаю, очень хорошо обоснованной. Мне понравилось, что, значит, формулируется цель диссертации, и кроме этого четко формулируются задачи, которые нужно решить для достижения этой цели вначале. И вообще диссертация хорошо структурирована, поэтому ее очень легко и приятно читать. Значит, ну, теперь вот некоторые такие принципиальные моменты достижения автора. Значит, мне кажется, важно, что прямо в первой главе сформулированы требования к моделям, которые нужно использовать при применении метода ПСМ. И это открывает возможности и автору, ну, дальше, значит, продвигаться в диссертации. И кроме этого, это важно для будущих исследователей в этой же области. Теперь, значит, мне понравилась связь результатов, приведенных в работе и постановок, и результатов в области кластера образования и в химической кинетике. В частности, во второй главе, значит, ну, говорится, что кластер образования рассматривается как каскад химических реакций, и вероятность образования и распада кластеров выражается через коэффициенты скорости соответствующих химических реакций. Это, с одной стороны, и это используется в диссертации, получаются серьезные результаты. С одной стороны, значит, вот этот вывод и это положение, этот посыл, он позволяет использовать в развитии науки о кластер образовании достижение химической кинетики, и, с другой стороны, он, безусловно, расширяет поле применимости результатов кинетической теории химически реагирующих газов. Значит, теперь, вот, интересно, в третьей главе, вот, о парах воды и, значит, рассмотренное одномерное симметричное течение паров воды от сферической поверхности и из источников в вакуум. И установлены закономерности образования и роста кластеров в расширяющихся струе. Полезным является сравнение результатов с имеющимися в литературе данными, полученными в экспериментах, и на основе разных методов теоретического исследования. Вот это характерно не только для третьей главы, а вообще для диссертации. То есть результаты сравниваются и с имеющимися теоретическими, и экспериментальными данными. Конечно, важно в выводе четвертой главы о влиянии процесса кластера образования на газодинамические параметры. Ну, это ясно, что это очень важные выводы для газовой динамики и для неравновесной газовой динамики. Шестая глава о лазерной абляции, мне кажется, очень интересной. Обнаружен важный эффект неравновесности сечения в разреженных режимах и показано, что степень неравновесности возрастает с увеличением разреженности потока. Ну и в заключении очень четко сформулированы основные выводы. Мне кажется, что результаты, полученные в диссертации, они могут являться стимулом и для дальнейших исследований автора, и вообще они проясняют пути дальнейших исследований даже других ученых в этой области. Ну, недостатки, принято формулировать недостатки, у меня замечания только технического характера. Ну, там некоторые фразы, я не буду это перечитывать, модель не требует, там внутренняя температура, там еще что-то, но, в общем, этого можно избежать. Да, только вот при записи кинетических уравнений с химическими реакциями, почему-то это во второй главе, приводятся только прямые процессы, члены уравнений для прямых процессов. А в тексте говорится о том, что прямые и обратные связаны в принципе детального баланса. Ну, и я хочу прочитать три строчки в заключении. Значит, оценивая диссертацию в целом, можно утверждать, что она вносит серьезный вклад в развитие важного научного направления, связанного с теоретическим и численным исследованием развяженных струйных течений с образованием наноразмерных кластеров. Важно отметить, что в диссертации построены не только новые обоснованные модели описания течения смеси с кластер образованием, но и для каждой модели разработаны численные алгоритмы для ее реализации. В практических расчетах методом ПСМ. После этого приводятся результаты решения современных задач физической аэромеханики на основе предложенных моделей и построенных численных алгоритмов. Обоснованность приведенных в диссертации результатов подтверждается сравнением с имеющимися в литературе экспериментальными данными. Ну, и диссертация Быкова Николая Юрьевича на тему моделирования процессов образования и роста кластеров в разреженных струйных течениях соответствует основным требованиям, установленным приказом таким-то, о порядке присуждения ученых степеней в Санкт-Петербургском государственном университете. А соискатель Быков Николай Юрьевич заслуживает присуждения ученой степени доктора физико-математических наук по специальности 010205. И пункт 11 указанного порядка диссертанта мне не нарушил. Спасибо. Спасибо, Екатерина Алексеевна. Есть ли вопросы к Екатерине Алексеевне? Спасибо. Тогда мы переходим к следующему отзыву. И слово представляется Аристу Владимиру Владимировичу. Спасибо. Ну, несомненно, что эта диссертация актуальна. Тут диссертант об этом хорошо говорил. И она интересна и в теоретическом плане, и как возможность приложений. И вообще она в целом производит весьма благоприятное впечатление. Это все-таки работа многолетних исследований. И тут многочисленные сравнения с экспериментом, тестированием и с результатами вычислений других авторов. Ну, работа состоит из введения шести глав содержательной части, заключения списка литературы. Введение действительно очень хорошо структурировано, но оно примерно соответствует автореферату. И поэтому все пункты там вот отчетливо представлены. В первой главе дается краткий обзор численных методов, используемых в динамике разреженных газов. Ну, понятно, что основное внимание сосредоточено на применяемом автором методе. Ну, и здесь описываются модели столкновений, энергообмена, а также химических реакций. Во второй главе, что очень важно, то, что данная кинетическая модель может быть использована при расчете неравновесных течений. Ну, я только основные какие-то пункты зачитываю. Ну, вот представлена классическая модель нуклеации, ее допустима модификация, не использующая понятие поверхностного натяжения кластера. Являясь одно температурной, она, тем не менее, позволяет проводить адекватное моделирование. Ну, что показало, вот, сравнение с опытными данными дальнейших главах. Вот главы 3, 4 и 5, они посвящены стационарным расчетам. Ну, для струй молекулярного газа, паров воды, в третьей. Здесь решалась задача истечения через отверстия, осимметричная задача бесконечно тонкой стенки, ну, а также от испаряющейся сферической поверхности. Что здесь интересно? Что обнаружено существенное отличие внутренних температур кластеров и от поступательной температуры пара, и от внутренней температуры мономеров. Ну, а также показан эффект замораживания мольных далее кластеров, что проявляется на некотором расстоянии от источника. Я только некоторые отмечаю момент, который кажется наиболее интересным, и с физической, ну, может быть, и вот с точки зрения приложения. В четвертой главе рассматривается, ну, такая же задача стечения уже паров меди через круглое отверстие. Ну, здесь что можно отметить? Что, например, для чисел Кнутсона больше одной сотой показана слабая кластеризация. Ну, а при меньшей числе Кнутсона доля кластеров в струе может быть один процент и более. И процесс кластеризации влияет на газодинамические параметры течения. Ну, вот интересный результат, об этом диссертант, конечно, говорил, что вот и ниже так называемых границ эхогена все же присутствуют кластеры, ну, со средним размером, там, ну, 2,2 мономера. То есть это вот новый, некий такой интересный физический результат. В пятой главе рассматривается вот это стечение смеси, ну, гелий-серебро. И вот аналогичная задача в асимметричном течении и с более сложной геометрией, которая имеет отношение к реальности. Ну, что здесь интересно, что добавление геля в источник приводит к росту общего давления, увеличение потока кластера образующего металла через выходное отверстие на 40%. Ну, найдена примерно температурная граница, вот, 1400 градусов келью, при которой при минимальном расходе геля кластеры серебра за срезом сопла не образуются. Ну, здесь еще и ряд интересных вот таких результатов. Шестая глава, она посмещена нестационарным процессам. Вот, лазерная абляция импульсного излучения. Это весьма интенсивно исследуются работы. Ну, и здесь вот ссылки на авторов. То есть, можно отметить, вот, из Новосибирска авторы, которые, ну, или связаны с Новосибирскому, Булгаков и Булгакова, и Морозов, и там Чекмарев когда-то. То есть, это весьма область интересная. И расчеты показали хорошее совпадение с экспериментом по некоторым параметрам, в частности, в задаче, моделируемое время пролетных распределений атомов не реагирующим паре. Важно, что впервые продемонстрировал неравновесный характер течения, связанный с отличием поступательных температур, мономеров и кластеров. В целом, можно сказать, что работа выполнена на высоком уровне. Ну, я сделаю только некоторые, ну, небольшие замечания, которые отчасти являются пожеланиями. Ну, здесь уже задавался вопрос о, вот, собственно, какой мы режимы, какие режимы рассматриваем. То, что название диссертации разрежено, ну, и не вызывает сомнений, что действительно здесь это разреженные режимы. Но традиционно считается, что у нас разреженный режим, вот, по числам Кнудсона, это 1,1 до 10. От 1,1 до 1,1 – это переходный режим. Ну, а уже менее чисел Кнудсона – это, ну, близкий или сплошно средный режим. Но, безусловно, здесь и вот автор уже частично об этом говорил, что, по сути дела, локальные числа Кнудсона здесь оказываются гораздо больше. Вот, если бы это было как-то отмечено в работе, какие вот оценены параметры, ну, несомненно, расширение здесь происходит, падение давления, вот, струя. Ну, и, конечно, здесь Кнудсоновский слой тоже очень важен, неравновесный. Потому что вот неравновесность здесь везде отмечается, это очень важное, конечно, достижение. Но вот этот момент как-то хотелось более отметить. Надо заметить, что вот во всех главах практически есть сравнение с экспериментом. И очень хорошее обычно, ну, я, так сказать, упоминал это. И это, конечно, достижение автора. Но вот понятно, что там есть сложные какие-то эксперименты. Вот на рисунке 3.9 придна зависимость конечной доли мерок там от температуры, давления. И результаты автора лучше, чем, конечно, результаты расчетов других авторов. Но все-таки в некоторых вот диапазоне там достигает 10 и более, там, даже десятков отличий. Просто хотелось бы, ну, чтобы там это указано, с чем это связано. Это, возможно, ошибка эксперимента, который, понятно, что достаточно сложен. Ну, или погрешно с тем вычислением, или некоторым сочетанием факторов. И еще маленькое такое вот, ну, замечание, что ли, когда говорится здесь об одномерном сферическом расширении пара в вакуум от испаряющей поверхности. Ну, понятно, что автор тут в последнее время использовал какие-то работы. Но надо заметить, что тут большая очень традиция и литература обширная. Я только вот отметил в отзыве вот работы наших коллег, в учительном центре, Жука и Рыкова. Ну, и отдельно потом Жук проводил большие исследования. То есть здесь, ну, есть на что опереться, и, может быть, это как-то вот желательно было, чтобы было упомянуто. Ну, понятно, что эти замечания не влияют на очень высокую оценку диссертации, которая является вот такой законченным трудом, решен ряд очень крупных задач. Но отдельно отмечу, что здесь есть такая планомерность. И вот, несомненно, эти работы известны. И вот на проходящих раз в два года симпозиумах последних, вот и в Сарагоссе, в Сиане, Викторию, в Канаде, в Глазго в прошлом году, все эти работы были представлены. Ну, и последний, вот, значит, сакраментальный абзац. Диссертации Быкова Николая Юрьевича на тему моделирования процессов образования и роста на намерных кластерах разреженных струйных течениях соответствуют основным требованиям, установленным приказом от 01.09.2016.068.21.1. О порядке присуждения ученого степени в Санкт-Петербургском государственном университете соискатель Быков Николай Юрьевич заслуживает присуждение ученой степени доктора физико-математических наук по специальности 01.02.05 механика жидкости, газа и плазмы. Пункт 1. С указанным порядком диссертации не нарушено. Спасибо, Владимир Владимирович. Есть ли вопросы? Если нет вопросов, тогда мы переходим к следующему отзыву, и слово предоставляется Луцеву Леониду Владимировичу. Я согласен с коллегами насчет актуальности, новизны. Действительно, это вот диссертация очень хорошая, производит хорошее впечатление. Но стоит отметить, что она очень важна с точки зрения для развития нанофизики, нанотехнологии. То есть получение этих кластеров, они очень важны для каких-то новых, каких-то самых новых, новой физики. Значит, я согласен с коллегами. Я только коснусь замечаний по диссертации на работе. Они касаются того, что поскольку у нас в физико-техническом институте мы напыляем, занимаемся ларзовым напылением, и вот при этом напылении образуется факел. И он, значит, этот факел, он светится. Если мы, значит, посмотрим спектр Лемюнсенса, то мы видим там переходы СС на П уровень, СП на Д уровень. Поэтому вопрос такие замечания, связанные с фотонами. Вот. Значит, я засчитаю эти замечания. Значит, автор рассматривается процесс демеризации, как тройная рекомбинация мономеров, в ходе которой третий мономер отводит избыточную энергию. При этом, пускай, засмотрение, что существует канал образования демеров из двух мономеров с распусканием фотона, с равной энергии перехода между двумя колебательными уровнями демерного состояния. Затем спускание фотона демер становится более устойчивым. Фотоны, спущенные демерами и кластерами, стоящими с более чем двух мономеров, могут быть поглощены другими демерами и кластерами, что сосудствует установлению равновесной температуры вот этого плазмы в кластерном ансамбле, который, в общем случае, будет отличаться от температуры, поступает на движение. Но это у автора, в общем-то, и есть, это действительно так. Аналогичное рассмотрение может привести для вращательной степени свободы демерных кластерных состояния, которые могут пропускать, и спускать и поглощать фотоны соответствующих энергий. Автору необходимо было оценить вероятность этих процессов, этих фотонных процессов. Далее, второе замечание. Вот обратная реакция, реакция распада демера-демера, распад кластера, также могут происходить при поглощении фотонов. Эти каналы распада автором не рассматривались, их вероятности не оценивались. Учитывая столько каналов распада кластеров, связанных с столкновениями, в главе 6 автором исследовалось нестационарное течение вакуума паров металла на поверхность вовесного источника под действием короткого лазерного импульса. Было найдено, что скорости мономеров и кластеров растут почти линейно вдоль оси течения струи. На соответствующих рисунках были представлены распределения температуры вдоль оси течения. Поступательная температура кластеров и внутренняя температура кластеров растут с увеличением расстояния от поверхности источника. Возникает в связи с вопросом о причинах данного роста. Если для оценки параметров струи автор использует сопротивление Максова Больсмана, то линейный рост скорости мономеров и кластеров и рост температуры в струи должен быть ограничен сверху. Несмотря на... Вот здесь сделано замечание, артестурная работа производит хорошее впечатление. Ну и я засчитаю последний абзац. История Быкова Николая Юрьевича на тему модерирования процессов прозвания роста на рост кластеров. Соответственно, требованиям, установленных к приказам о порядке предъявленных степеней в Санкт-Передископом Государственной университете. История Быкова Николая Юрьевича заслуживает присуждение ученой степени доктора физико-математических наук по специальности 010205. Механика жидкости, газа и плазма. Спасибо. Не появились ли вопросы к Леониду Владимировичу? Если нет, спасибо большое. Николай Юрьевич, может быть, присядите. Это тяжело стоять, нет? Так вам удобнее. Патронов там еще, там извещание, да? Хорошо, спасибо. Значит, тогда слово представляется Стасенко Альберту Леонидовичу. Пожалуйста, Альберт Леонидович. Так, пожалуйста, меня слышно, да? Да. Слышно или одевать эту штуку? Слышно. Так, слышно, да? Алло? Слышно. Слышно хорошо. Хорошо. Значит, ну, моя задача облегчена предыдущими выступлениями. Диссертант прекрасно рассказал свои результаты диссертаций. Последующие выступающие добавили положительные оценки всем полученным результатам. Поэтому я зачитаю основное. Я сделал тут пару несущественных замечаний. Ну, они нисколько не снижают ценность рассматриваемой работы. Она прошла достаточно серьезную апробацию в виде статей высоко рейтинговых изданий и декладов на федеральном и международном уровне. Ну, а ее автор принадлежит к известной научной школе Санкт-Петербурга. Ну, и вывод. Диссертация Быкова Николая Юрьевича на тему моделирования процесса образования и роста малоразмерных кластеров в разреженных струйных течениях соответствует основным требованиям, установленным таким-то приказом в Санкт-Петербургском государственном университете. А соискатель Быков Николай Юрьевич заслуживает осуждение ученой степени доктора физмат-наук по специальности 010205 механика жидкости газа и плазмы. Член диссертационного совета, доктор технических наук, профессор, главный научно-татрудник ЦАГИ, Стасенко А.Л. Опись подтверждена руководством ЦАГИ. Спасибо. Спасибо, Альберт Леонидович. Не появились ли вопросы к Альберту Леонидовичу? Если нет, тогда мы переходим к отзыву последнего члена диссертационного совета. Константин Николаевич, пожалуйста, вам слово. Да, меня слышно? Слышно. Поскольку моя роль еще легче, чем у Альберта Леонидовича, я выступаю последним, я позволю себе лишь заметить, что Николай Юрьевич проделал очень длинный путь, который изобилует многочисленными трудностями и препятствиями. И его диссертация, диссертационная работа, включает все аспекты математического моделирования, связанные с моделированием течения разреженного газа. В работе присутствуют все компоненты, связанные с формулировкой задач, математических моделей, а также стоит отметить особопрограммную реализацию этих математических моделей, а также всестороннюю верификацию и сравнение полученных результатов численного моделирования с имеющимися теоретическими результатами и данными физического эксперимента. Мне хотелось бы отметить огромный личный вклад автора во все компоненты, присутствующие в диссертационной работе, а также всестороннюю апробацию математических моделей и программных средств. И, на мой взгляд, несомненно, что диссертационная работа, она производит цельное и законченное впечатление. Те незначительные замечания, сформулированные в моем отзыве, они больше носят пожелания, это больше пожелания, а не замечания. В качестве основного мне хотелось бы только спросить автора, может быть, он ответит на это в своем дальнейшем, ответит на замечания, какое место носят те программные средства, которые были разработаны в работе в той огромной массе коммерческих пакетов, пакетов с открытым исходным кодом, которые имеются на рынке. И, на мой взгляд, автор диссертационной работы, несомненно, заслуживает присуждение ученой степени доктора физико-математических наук по специальности 010205 механика жидкости газа и плазмы. Спасибо. Спасибо, Константин Николаевич. Если нет вопросов, вопросов нет. Спасибо. Тогда позвольте зачитать мне последний отзыв. Это отзыв председателя Совета. Я тоже постараюсь кратко. Отзыв длинный получился, будем его сокращать. Начинается с отзыва, с того, что я отмечаю актуальность данного исследования. Дело в том, что моделирование течения разреженного газа с учетом образования кластеров необходимо для многих современных приложений. И для описания течения разреженных газов в последние годы наиболее подходящим инструментом стал метод ПСМ. С одной стороны, террористические основы метода достаточно подробно разработаны для описания процессов, которые происходят при столкновении молекул и атомов. Но модели, которые описывают процессы образования и роста кластеров, в настоящее время развиты недостаточно. Его диссертация Николая Юрьевича как раз заполняет данный пробел. И таким образом тема исследования, несомненно, является актуальной. Далее в отзывы перечислены основные результаты. Вот то, что мне понравилось, тоже уже Екатерина Алексеевна отмечала, что в первой же главе сформулированы основные требования, которые предъявляются к моделям. И дальше, с учетом этих критериев, уже предлагаются модели конденсации, основанные как на кинетическом подходе, так и на модификациях классической теории нуклеации. Кинетическая модель основана на подходе, предложенном Бёрдом. Основная идея – это выразить вероятность процессов роста распада кластеров через параметры константской скорости соответствующих реакций, которые считаются известными. А другая модель основана на модификации классической теории нуклеации. Данные модели были затем использованы для численного исследования стационарных разреженных струятомарного и молекулярного паров, расширяющихся в вакуум через отверстия бесконечно тонкой стенки. Исследования выполнены в широком диапазоне чисел Кнутсона и обнаружено заметное отклонение от равновесия, как в разреженных, так и в более плотных течениях. Что мне очень понравилось, предложена классификация режимов течения в зависимости от степени разреженности газа. Проведен анализ закона подобия Хогена, в частности, пределов его применимости. Исследовано стечение разреженной смеси пара серебря с инертным газом из источника с реальной геометрией. И здесь мне тоже понравился такой момент, что определены оптимальные режимы подачи инертного газа. Это такой выигрышный очень момент. Кроме того, разработана оригинальная модель и алгоритм для расчета нестационарного процесса лазерной абляции материалов импульсами излучения умеренной интенсивности наносекундного диапазона. Впервые продемонстрирован ряд эффектов для нестационарной лазерной струи. Все перечисленные выше результаты являются новыми. Степень их обоснованности положений, выводов и рекомендаций с формулированной диссертацией сомнений не вызывает, как и достоверность, поскольку все верифицировано путем сопоставления с экспериментами, с другими авторами. И в предельных случаях решения совпадают с известными аналитическими решениями. Кроме того, отмечается теоретическая и практическая значимость и сформулированы замечания. Но, к сожалению, они такие длинные получили замечания. Первое. По модели все-таки. В кинетической теории коэффициент скорости процесса определяется как сечение столкновения, осредненное с некоторым распределением, чаще всего Максвелловским по скорости. То есть, в общем, это интеграл от функции распределения, умноженный на сечение. Предложенный автором модели, сечение представляется как сечение упрогого столкновения, умноженное на вероятность неупрогого процесса. И при выводе соотношения 2.22, ключевого соотношения, путем некоторых преобразований коэффициент скорости реакции сводится к произведению вероятности, осредненной с Максвелловским распределением по энергии, и величины, представляющей собой осредненное по скорости сечение. То есть, по сути, на самом деле, если простым языком говорить, интеграл от произведения функции скорости сводится к произведению интегралов. Вот с математической точки зрения этот переход такой вызывает сомнения, и я попросила Николая Юрьевича каким-то образом это прокомментировать. Значит, следующее замечание состоит в том, что некоторые предположения требуют дополнительного обоснования, ну или какого-то хотя бы комментария. В частности, на странице 56 сформулировано предположение, что вероятность ассоциации мономера и кластера не зависит от относительной скорости частиц, а поделяется только размером кластера. Или предположение о полностью диффузном отражении кластера с полной аккомодацией энергии. Тоже вот это следует прокомментировать. Третий вопрос уже задавался дважды. Это, опять же, о диапазоне чисел Кнутсона, поэтому я его даже повторять не буду. Вопрос был в том, можно ли применять методы, обязательно ли применять PSM-метод или достаточно континуального подхода. Четвертый комментарий. Мне очень понравился результат о классификации режимов течения в зависимости от разреженности. И для практических приложений было бы полезно составить карту режимов, которая позволяет делать приближенные оценки режима, не решая задачу. То есть это, конечно, не замечание, это пожелание, рекомендация на будущее. И также есть ряд замечаний стилистического редакционного плана, я их не буду уже перечислять. Перечисленные недостатки не снижают научные ценности работы. Диссертация является законченной научно-коррекционной работой, вносящей заметный вклад в развитие методов моделирования течения и разреженных газов с учетом образования кластеров, содержит новые результаты, представляющие научный и практический интерес. Работа имеет продуманную структуру, исследование обладает внутренним единством и выполнен на высоком научном уровне. Диссертация соответствует требованиям, установленным приказам о порядке присуждения ученых степеней в СПБГУ. Асоискатель Быков Николай Юрьевич заслуживает присуждение ученой степени доктора физико-математических наук по специальности 0.1, 0.2, 0.5 механика жидкости, газа и плазмы. Пункт 11. Порядка диссертантов не нарушен. Теперь мы предоставим слово вам, то есть даем вам время для того, чтобы вы ответили на замечания, комментарии, которые прозвучали в отзывах. Спасибо огромное. Я очень благодарен за ценное замечание. Постараюсь ответить на большинство, желательно на все из них. По поводу замечаний Екатерины Алексеевны, которое касалось упоминания только прямых процессов при изложении методологии. Здесь я хочу сказать, что действительно при изложении феноменологического подхода Берда я исключительно с методологической целью рассматривал отдельно эти процессы. Но это было чисто формулой, приведенной исключительно с методологической целью. Реально в расчетах, естественно, были включены как прямые, так и обратные процессы, суммарный вклад которых определял концентрации кластеров в струе. По поводу замечаний Владимира Владимировича, может быть, не в той последовательности, в которой они были озвучены, как я запомнил. По поводу замечаний относительно классической работы Жука, действительно, я очень благодарен за это замечание. Конечно, результаты этой работы, эту работу следовало бы упомянуть в диссертации однозначно. Единственная маленькая ремарка, которую я хотел бы сделать, что в работе решается модельное уравнение, аппроксимирующее уравнение Больцмана. И там ставятся граничные условия на поверхности сферы, МАХ равен единице. В моих все-таки расчетах я рассматривал испаряющиеся поверхности. В связи с этим, как бы, действительно, не вызывает сомнений, что надо было упомянуть эту работу. Ну, вот небольшую ремарку я хотел по этому поводу сделать. Что касается вопроса по поводу эксперимента, сравнения с экспериментом, то действительно, конечно, моделирование достаточно сложно. Оно включает очень много аспектов. Здесь и модели упругих столкновений, модели неупругих процессов, и схема метода сама. Но я бы хотел отметить, что действительно получено совпадение лучшее, чем у других авторов. И вот был один параметр, мне кажется, на который стоит обратить внимание исследователям в дальнейшем. Это действительно в литературе очень мало информации о вероятности ассоциации мономера и демера. Вот эта вероятность имеет крайне важное значение для моделирования процессов, где мы наблюдаем только кластеры субно-размерные, то есть очень маленькие. И вот действительно данная вероятность влияет на процесс. И в моих расчетах показано, что меньшее значение этой вероятности приводит к лучшему согласованию с экспериментальными результатами. Третье замечание. Владимир Владимирович, сейчас я, честно говоря, насчет чисел Кнутсона, но я здесь, наверное, на него частично ответил. Единственное, что я полностью согласен с тем, что надо было более четко обозначить в заключении числа Кнутсона больше одной десятой. Вот здесь можно было уверенно сделать вывод, что при таких числах Кнутсона кластеры в струе просто не формируются. И обратить на это внимание. Я очень благодарен за это замечание, Владимир Владимирович. По поводу замечаний Леонида Владимировича. Здесь я хочу обратить внимание, что с одной стороны, конечно, температура в источнике для водяного пара это были 350-450 градусов Кельвина. В случае, например, стечения паров серебра это было 1400 Кельвинов. Но это были очень и очень низкие температуры. То есть здесь никакой лазерной струи, извиняюсь, не лазерной, а плазменной струи, речи о ней не шло. Это все-таки относительно более холодные струи. Что касается процессов, упомянутых Леонидом Владимировичем, то я могу сказать, что вероятность этих процессов для разреженных струй оказывается крайне малая. Они традиционно не используются в литературе при рассмотрении разреженных струй, достаточно холодных. И малые вероятности предопределяют большие характерные времена этих процессов. То есть речь идет о спонтанном излучении фотона при колебательно-вращательных переходах. Так вот, времена этих процессов оказываются существенно большими, чем времена трехчастичных и парных столкновений струи. И я бы хотел добавить еще, что поскольку мы говорим о достаточно холодных струях, то для одного и того же электронного состояния свободное излучение фотона при колебательно-вращательных переходах запрещено с точки зрения квантовой механики для гомоядерных молекул. Поскольку гомоядерные молекулы, а речь идет здесь о димерах металлов, они не обладают дипольным моментом. И для них это время равно фактически бесконечности. Ну и отвечая на обратный вопрос, поскольку мы не учитывали внешние источники излучения, а относительно внутренних источников я прокомментировал ситуацию, то здесь я тоже считаю, что этими процессами и я, и остальные авторы традиционно пренебрегают. Что касается роста температуры с приближением к фронту движущегося пара для случая лазерной абляции, что касается значений скорости в разлетающемся фронте разреженного газа, я бы хотел отметить следующее. Во-первых, если мы говорим о молекулярном истечении с поверхности, то скорость фронта будет ограничиваться только точностью моделирования высокоскоростного хвоста функции распределения испаряющихся с поверхности частиц. И в общем случае каких-то ограничений на рост скорости во фронте не накладывается. С точки зрения роста температуры во фронте движущегося пара это действительно крайне интересный эффект, и он объясняется двумя факторами, которые выполняются в совокупности. Первый фактор основывается на том, что мы рассматриваем истечение в режиме короткого импульса, когда достаточно продолжительное время течение носит черты квази-одномерного. Второй фактор связан с тем, что течение во фронте является практически свободномолекулярным, поскольку во фронте плотность пара крайне мала. Существует аналитическое решение для нестационарного свободномолекулярного одномерного разлета от испаряющейся поверхности, которое говорит о том, что поперечная компонента температуры при таком расширении сохраняется, и она равна температуре испаряемой поверхности. И в силу этого мы имеем следующую картину. При разлете в более плотной части облака температура, естественно, падает, поскольку протекает процесс столкновений, который переводит к перекачке энергии теплового движения в энергию направленного движения. А с приближением к фронту за счет сохранения поперечной компонента температуры растет и полная температура, ввиду указанных двух обстоятельств. Непосредственно, если говорить о приведенном выражении Максвелла Больсмана, для определения, которое используют некоторые авторы для определения, для характеристики времяпролетных распределений атомов на удаленном детекторе, то оно у меня проведено лишь с методологической целью. И наоборот, в моей работе показано, что его использование для определения температуры поверхности, что было потом показано после моих исследований другими авторами, в том числе из Новосибирска, значит, оно неправомерно. То есть само это выражение я не использовал. Я очень благодарен Альберту Леонидовичу за сделанные замечания. Они касаются исторических, я, естественно, внимательно прочитал отзыв, размещенный на сайте. Они касаются некоторых исторических моментов, связанных с разработкой классической теории нуклеации. И они очень правильные, и я за них крайне благодарен. По поводу замечаний Константина Николаевича, здесь действительно тоже очень актуальное замечание. Разработано в настоящий момент очень большое количество коммерческих кодов и кодов открытого доступа. Но здесь, наверное, в вопросе, прежде всего, имелись в виду коды прямого статистического моделирования для расчета разреженных течений. Я могу сказать, что, конечно, отличительной чертой моего кода является имплементация в нем разработанных оригинальных моделей процессов образования и роста кластеров. Насколько известно мне, большая часть программных продуктов либо не включает модели конденсации, либо те используемые модели конденсации основываются на выводах классической теории нуклеации. Самое развернутое замечание были сделано Еленой Владимировной. Все замечания крайне актуальны. Я последовательно попробую на них ответить. Для этого мне придется ссылаться на литературу, крайне немногочисленная. Но я сейчас открою файл соответствующий. Как мне на другую страничку перейти? Пока я отвечу на первое замечание, оно представляется мне крайне важным по поводу верификации феноменологического подхода Бёрда. Действительно, при выводе своего феноменологического подхода Бёрд полагался на физические представления и физические соображения о поведении разреженного газа. В частности, он предполагал, что число столкновений в элементарном объеме, которое ведет к химической реакции, есть результат произведения полного числа столкновений в этом объеме на среднюю вероятность протекания химической реакции при одном столкновении. Это его основное допущение. И поэтому выражение 2.22, которое вы упоминали, и появление там двух интегралов, это не есть упрощение более сложной математической модели, а есть применение феноменологического подхода Бёрда. Во второй главе диссертации представлены результаты многочисленных внутренних тестов, которые показывают, что в состоянии равновесия полученные константы корректно описывают релаксационные процессы. Но, несмотря на это, замечание является крайне актуальным, и должна быть установлена связь между математическими выражениями, которые являются следствием кинетической теории, и феноменологическим подходом Бёрда. К сожалению, вероятность соответственно процессов диссоциации и рекомбинаций, которые приведены в литературе, они в настоящий момент, полученные на основе кинетической теории, представлены лишь для каких-то упрощенных ситуаций. Например, данное выражение получено для тройной рекомбинации атомарных мономеров, когда предполагается, что энергии третьего атома можно пренебречь. В 2017 году была опубликована работа Гиммельшейна и Высунга, я попросил как раз, вот она указана сверху, в которой получены вероятности для атомарной рекомбинации на мономеров при таком предположении, непосредственно исходя из кинетической теории, из того интеграла, которая указана в вашем замечании. И данные вероятности с абсолютной точностью совпали с вероятностями, полученными в рамках феномологического подхода Бёрда. Но это, естественно, показано для упрощенного случая. Далее я бы хотел также сделать предположение, что если мы рассматриваем более сложную модель, которая является следствием кинетической теории, то определенные упрощения могут быть сделаны, если предполагать, что продукт произведения сечения упругого столкновения на относительную скорость частиц слабо зависит от энергии. Такое предположение в точности выполняется для максвейловских молекул. В этом случае тоже возможно математическое упрощение модели. Ну и в заключении я бы хотел ответы именно на этот вопрос. Я бы хотел сказать, что, безусловно, я планирую продолжить работу, связанную как с получением новых вероятностей, вероятностей, так и с уточнением данных вероятностей представленных в неупругих процессах. Я также очень благодарен за остальные замечания, поскольку действительно, может быть, имело смысл более подробно раскрыть эти вопросы в диссертационной работе по поводу вопроса вероятности ассоциации мономера и кластера. В настоящее время в литературе достаточно мало информации о вероятностях ассоциации мономера и кластера для случая субноноразмерного диапазона кластеров. И, к сожалению, принято использовать некие упрощенные аппроксимации, которые учитывают зависимость вероятности от числа мономера в кластере, но не учитывают зависимость от энергии. Наиболее удачной такой аппроксимацией, которая подтверждена данными молекулярно-динамических расчетов, является аппроксимация, предложенная в работах Жан-Франко Сакрифу в 1990 году. И с этого времени она широко используется в литературе. Данное выражение представлено на слайде, внизу слайда. Касаемо комментариев относительно других формул, здесь в диссертации для столкновительного диаметра кластера использована формула, которая указана вверху слайда. Следует отметить, что традиционно для определения размера кластера используется модель жидкосферической капли, которая говорит о том, что размер кластера может быть представлен, радиус кластера, может быть представлен как произведение радиуса Вигнера-Зейтса на число мономеров кластера в степени 1,3. Однако данный подход является достаточно приближенным, и если его применять для определения размера малых кластеров, димера, тримера, например, то во многих случаях данный размер оказывается меньше, чем столкновительный диаметр мономера. И с целью хотя бы приближенно учесть потенциал взаимодействия между поверхностными атомами в кластере и налетающего мономера вводятся дополнительные эмпирические слагаемые дополнительные. Данная эмпирическая слагаемая имеет порядок корня квадратного из сечения столкновения мономеров. Касаемо комментарий относительно формулы, которая представлена внизу слайда о зависимости числа поверхностных мономеров от числа мономеров в кластере полная, то такая формула приводится в работах Дмитрия Жуховицкого и ее вывод основан на достаточно простых утверждениях. Во-первых, эта формула применяется лишь для кластеров размером большего, чем координационное число мономеров в кластере. Здесь кластер предполагается сферическим, состоящим из сферического слоя, который характеризуется своей толщиной, концентрацией поверхностных мономеров N с индексом и числом поверхностных мономеров непосредственно это же с нуликом. Предполагается, что имеется сферическое ядро с концентрацией мономеров равной концентрации мономеров жидкости радиус MR ну и соответствующим числом мономеров в ядре G-G0, где G это общее число мономеров. Записывается безразмерное выражение для толщины данного поверхностного слоя, для безразмерной концентрации мономеров в этом поверхностном слое для безразмерного параметра омега и просто рассматривая объем данного сферического слоя получается выражение которое представляет собой неявную зависимость числа поверхностных мономеров от полного числа мономеров в кластере. Что касается формулы, которая дает нам энергию испарения одного мономера с поверхности кластера используется в диссертационной работе, то она является следствием теории нуклеации Дмитрия Жуховицкого с поправкой на размер кластера, которая в свою очередь использует определенное выражение для записи свободной энергии образования кластеров из пары мономеров. И данное выражение в точности воспроизводит асимптотики, то есть в случае демера оно дает нам энергию диссоциации, а в случае кластера бесконечного размера энергию отрыва одного мономера с поверхности кластера. По поводу замечаний относительно числа Кнутцина я уже прокомментировал соответствующее замечание и дал свой ответ. По поводу остальных замечаний Елены Владимировны я согласен, то есть действительно следовало бы более подробно поговорить о возможной картине режимов кластеризации диссертации я очень благодарен за эти замечания и согласен с ними. Еще раз огромное спасибо за высказанное замечание всем членам диссертационного совета и более того для меня часть этих замечаний является стимулом для дальнейших работ, для дальнейших исследований. Спасибо, Николай Юрьевич. У членов совета не появились какие-то комментарии после ответа? Спасибо. Тогда если кто-то хочет выступить из зала, вот уважаемые гости, уважаемые коллеги, если кто-то хочет сказать несколько слов, то мы вас очень приветствуем. Пожалуйста. Похоже, желающих нет выступить. Ну, тогда слово предоставляется научному консультанту. Юрий Евгеньевич, пожалуйста, вам слово. когда вы начали с Николаем работать, он уже был, в общем-то, сложившимся специалистом, долгое время проработав в школе Лукьянова, собственно, с Ермом Александровичем, его руководством, поэтому работа была довольно, так сказать, успешна, прежде всего, благодаря стараниям Николая. он умел отстаивать, когда я задавал ему всякие вопросы, он умел отстаивать свою позицию и четко объяснял, почему нужно действовать так, а не как-то, так сказать, иначе. И, конечно, его большой опыт по написанию программ, когда мы начали работать, у него были достаточно простые коды, но он очень быстро, короткое время, на мой взгляд, смел развить свой монтехарматский код для того, чтобы считать уже двумерные нестационарные задачи со сложными техническими процессами. Поэтому мне кажется, что он вполне так вырос из исследователя, который может ставить уже сам задачи и разрешать. Если требуются еще какие-то комментарии... Спасибо, Юрий Евгеньевич. Вы согласны с тем, что он заслуживает присуждения в данной степени? он заслуживает за присуждение. Спасибо большое. Теперь по регламенту мы должны провести закрытое обсуждение между членами совета, поэтому прошу на это время отключить звук на трансляции заседания, а присутствующим гостям и коллегам, которые не являются членами совета, вот на короткое время предлагается покинуть зал. Я вас приглашу, когда мы закончим. субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok и субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Коллеги, продолжаем наше заседание. Прошу включить звуковое сопровождение трансляции и убедиться, что она работает. На голосование ставится вопрос о присуждении ученой степени. Голосование открытое, поименное. Напоминаю, что решение диссертационного совета по вопросу присуждения ученой степени считается положительным, если за него проголосовало более половины, но не менее трех членов диссертационного совета, участвовавших в заседании. Согласно пункту 23 порядка присуждения ученых степеней Санкт-Петербургском государственном университете. Итак, я буду опрашивать всех членов совета. Нагнебеда, Екатерина Алексеевна, ваше мнение. Да, по-моему, конечно, диссертация заслуживает высокой оценки, а диссертант заслуживает присуждения искомой степени. Мне диссертация очень понравилась, она работа высокого современного уровня. Спасибо, Екатерина Алексеевна. Владимир Владимирович. Работа очень хорошая, я, конечно, согласен, что она заслуживает присуждения. Спасибо. Леонид Владимирович. Работа хорошая, и я согласен, что диссертант заслуживает присуждения Спасибо. Альберт Леонидович, Ваше слово. Да, я подтверждаю. Работа достойна докторского уровня. Ее автор достоин ученого звания, доктор физмат-наук. Спасибо, Альберт Леонидович. Константин Николаевич, Ваше мнение. Да, я считаю, что Николай Юрьевич заслуживает присуждения ученой степени доктора физмат-наук. Спасибо. Ну и как председатель я тоже высказываю согласие с коллегами и считаю, что Николай Юрьевич заслуживает присуждения степени ученой степени доктора физико-математических наук по специальности 010205 механика жидкости газа и плазмы. Таким образом, коллеги, объявляю, что из шести участвующих в заседании диссертационного совета, членов совета, за проголосовало шесть человек, против нет, воздержалось нет. Решение о присуждении ученой степени доктора физико-математических наук по специальности 010205 механика жидкости газа и плазмы принято, с чем мы вас и поздравляем, Николай Юрьевич. Значит, заключительное слово представляется соискателем. Спасибо огромное. Конечно, большое спасибо всем членам диссертационного совета, поскольку понятно, что изучить диссертацию, прочитать ее в настоящее время, быстро протекающих процессов в жизни, крайне тяжело. Я очень-очень признателен всем членам диссертационного совета за прочтение диссертации и очень правильное замечание. В особенности я признателен Лене Владимировне за высказанные замечания, которые, в общем-то, в чем-то даже открывают, как я уже сказал, направление для дальнейшей деятельности. Я очень благодарен Юрию Евгеньевичу Горбачеву, поскольку мне было очень-очень приятно с Юрием Евгеньевичем работать. Я надеюсь, что эта работа продлится. Безусловно, Юрий Евгеньевич профессионал высокого класса. В то время, когда мы с ним обсуждаем что-то и планируем работу, Юрий Евгеньевич, это было замечательно. Спасибо вам огромное. Также я хочу обратить внимание, что в зале присутствует Владимир Валентинович Захаров. Это лучший специалист по исследованию газодинамики кометных атмосфер. Человек, который заканчивает написание монографии, посвященном численному исследованию кометных атмосфер. И для меня также крайне было важно его мнение. Более того, я благодарен Владимиру Валентиновичу за какие-то предоставленные дополнительные данные, с которыми я мог сравнить свой код и проверить, осуществить его верификацию. Большое спасибо. Спасибо, естественно, и нашему основному большому университету за то, чтобы дали возможность в этих стенах провести защиту. Спасибо огромное отделу по обеспечению и ведению диссертантов за всестороннюю поддержку. Огромное спасибо всем. Я всем очень благодарен и признателен. Спасибо, Николай Юрьевич. На этом наше заседание объявляется закрытым. Благодарю всех за участие и прошу отключить прямую трансляцию нашего заседания. Всем спасибо. Спасибо. Продолжение следует...